Мы проводим вебинар. Это второй вебинар из серии. Вот наша, собственно, тема. И называется, почему я об этом упомянул, про первую часть, потому что у нас сегодня часть вторая, которая называется «Разбор работы». Есть у меня некоторое количество фотографий, которые мы посмотрим с вами, и я думаю, станет яснее действительно про трогого сюжета. Про сюжет, откуда они берутся, вообще как они создаются и что от них можно ожидать. И сразу хочу заметить, что ожидается еще третья часть, между прочим, которая будет трудно сказать пока, что называется «Следите за рекламой», но там будет третья часть, сдержащая просто уже такие практически прикладные советы. Что делать, в какую сторону смотреть, куда бежать, чтобы, значит, фотки получались хорошие и классные. Это вот наша тема. Меня зовут действительно Красновский. Вот это вот я, как вы видите. И, соответственно, я здесь в специалисте, являюсь старшим преподавателем направления фотографии. Кроме того, я веду разные курсы по дизайну, по рисунку, по живописи, по допечатной подготовке, по видеосъемке, много чего еще. И все это, как мне кажется, вещи взаимосвязанные, связанные с изобразительными, скажем так, искусствами. И задача поиска сюжета, она же не только специфически фотографическая. Хороший сюжет, интересная тема, это же общая проблема любого творческого, согласитесь, человека. Каждый из нас, хоть раз в жизни, пытаясь создать что-нибудь творческое, сидел так перед листом бумаги, думал, черт, куда же оно все делать. И, собственно, для того, чтобы решить именно эту проблему, я эти вебинары придумал. Немножко стимулировал к тому, чтобы появлялись какие-то хорошие, интересные сюжеты. Значит, в первой части я рассказывал довольно много о том, что такое вообще сюжет. То есть это была такая аналитическая часть, да, действительно, я задавался этим вопросом, и целый ряд, так сказать, был ответов на этот вопрос, что такое сюжет. Потому что, на самом деле, я не буду, конечно, пересказывать всю первую часть, но просто я поясню, почему был такой сложный вводный, вот этот вот, первая вводная лекция, можно сказать. Потому что, когда люди думают над тем, чтобы такого классного сделать, опять же, согласитесь, это довольно расхожая фраза, правда? И даже так с фотоаппаратом или, там, не знаю, с чем по улице, думаешь, чтобы такого классного снять, чтобы все удивились, правда? Но ведь ты же не понимаешь, в чем заключена эта классность. И поэтому отсюда вот этот важный вопрос, что такое вообще сюжет. Вот я хочу найти классный сюжет, а человек не представляет, что он ищет. И отсюда, собственно, проблемы, связанные с тем, что оно и не получается. Вот второй вопрос, собственно, был, где берут сюжеты. Кирилл, тест пройден. Вот. Где берут сюжеты, да? И я, если говорить совсем коротко, обращал внимание на то, что сюжеты, на самом деле, существуют повсюду, вокруг, везде. И, в общем, их особо искать не нужно. Скорее, надо думать, как от них сбежать куда-нибудь, да? Потому что их вокруг бесконечное количество. И третье, да, собственно, логичный совершенно из этого был вывод. Это про то, как научиться их находить, да? То есть просто ряд конкретных совершенно ответов на вот эти вот вопросы. Это вот то, что было в первой части. Теперь, значит, еще один у меня вопрос. Значит, уважаемые вебинаристы, если кто-то из вас хочет принять участие, непосредственное, практическое, в сегодняшнем разборе, в сегодняшней работе, то вот вам информация для этого. Значит, если вы действительно это хотите сделать, то вот мой e-mail, на который вам нужно написать письмо. Давайте так договоримся в течение ближайших 20 минут. У меня почта сейчас открыта. Пока я рассказываю некую вводную часть, соответственно, можно мне что-нибудь написать. Значит, соответственно, давайте договоримся, что не более трех работ, ну, потому что иначе это получит такой бесконечный совершенно процесс. Давайте договоримся, что это должен быть формат JPEG. Ну, насчет оригинала я не настаиваю, но, во всяком случае, должна быть картинка большого размера, больше, чем экран уж точно совершенно, да? Если опасаетесь, что я у вас ее стырю, ну, сделайте ее там 1200 на 800, да, например, ну, хотя бы так. Вот. И чтобы нам не путаться, можно указать в заголовке письма разбор. И прямо, соответственно, вот на этот e-mail прямо сейчас вот можете мне все это отсылать. Насчет пожестче – это тоже надо указать специально, да, потому что обычно я, в общем, стараюсь не делать больно и обидно, и действую, в общем, достаточно гуманно. Ну, потому что фотографы – люди тонкие, все мои люди, как бы, творческие, да, и обидеть может каждый, поэтому я стараюсь не обижать все-таки. Но бывают люди, которым нравится, то есть которым нужно, вот, правду матку, что все порезать. Я порежу с удовольствием, без проблем. Ну, вот. 600. Ну, Сергей, ну, посмотрим, ну, там, понимаете, возникнет проблема, ты начнешь чуть-чуть хотя бы увеличивать, и уже там, да, пикселы будут, и трудно оценить качество фотографий. Не, ну, в общем, понятно, что если нет других, специально растягивать до 1200 нет, потому что, ну, зачем нам нужна эта интерполяция, да. Ну, что есть, то есть, в общем, в конце концов, ничего страшного. Опять же, я же не маньяк, что будет, то и посмотрим. Значит, и сразу, чтобы было понятно, что будет в следующей части, это вот в той, которая будет третья, да, как я уже говорил, будет обязательно. Это будет, собственно, часть с практическими советами. Вот такая вот незатейливая история. Так что не пропустите, это будет где-то ближе к концу. Ну, так, здравствуйте, говорит Натали, чат не должен быть виден, у меня нет. Ну, в смысле, у вас не виден чат, но я не уверен, что он должен быть виден, может быть. Честно говоря, я вам не могу точно сказать. Может быть, так и должно быть. Главное, что я их вижу и, соответственно, могу отвечать на вопросы. Вот, значит, это вот что касается наших таких вводных вещей. Да, собственно, теперь мы с вами можем переходить уже непосредственно к разбору работы, непосредственно к практическим работам. Я хотел, чтобы показать вам, скажем так, все многообразие тем, все многообразие вообще возможностей выбора сюжета, потому что иногда начинающим кажется, что для того, чтобы найти хороший сюжет, обязательно нужно поехать, я не знаю, куда-то на какие-нибудь острова Фиджи, да, причем обязательно найти местного туриста, в смысле аборигена, зайти там на 500 километров в глубь, и там надежда есть, что получится более-менее интересный сюжет. Вот я убежден абсолютно, что хорошие сюжеты можно снимать, не сходя с места. Понимаете, в чем проблема? И поэтому, чтобы попытаться, может быть, убедить вас в этом, я постарался все сюжеты, которые я буду вам показывать, все снимки, которые я вам буду показывать, ограничить одним-единственным местом – Питером. Питер, да, и все, что с ним связано, и на примере того, как можно увидеть Питер, я хотел вам показать просто разные подходы, вообще разные возможности поиска сюжета. Итак, мы с вами смотрим разные картинки. Во-первых, первый тезис, да, и первое, на что я хотел обратить внимание, что сюжеты – это вещи достаточно, опять же, такая абстрактная. Мы, когда с вами говорим о фотографии, мы должны понимать, что содержание фотографии, то есть сюжет фотографии, может быть, очень различным. Вот недалеко, как сегодня днем, мы говорили о том, что содержание, я имею в виду вот на занятиях, да, на фото-2, художественная фотография, мы говорили о том, что темой фотографии может быть, например, там, красивый свет, да, может быть просто красивое расположение пятен света. Не обязательно это должен быть гриб-подосиновик, не обязательно должен быть улыбающийся человек, даже если человек в кадре, да, сюжетом обязательно, не обязательно является этот человек, да, он может быть, скажем, камертоном, да, или тем, что оттеняет какой-то интересный, там, объект. Например, маленькая фигурка среди огромного города, да, мы таким образом можем показать, там, что город гигантский, да, а вот этот маленький несчастный человек. То есть, если человек в кадре, это не знает, что это портрет, правильно? Я вот к этому, к тому, что сюжет – сюжет в розни. И, соответственно, мы, первое, что мы должны понимать, в одном случае мы можем пытаться фотографировать вот такие чисто декоративные красивые штуки. Есть здесь сюжет? Конечно, есть. Хороший, красивый Питер, да, в виде птицы такой летящий, да, тут можно все, что угодно видеть. Здесь, естественно, неважно, где это снято, здесь чистая графика. Правда, так же, как и в произведении искусства, может быть абсолютная такая оторванность от действительности, несвязанность с реалиями. Это одна, скажем так. Нет, Александр – это разные фото, взятые из разных источников, открытых из Яндекса, интернета. Вот, это одна, например, история, где мы можем любоваться просто такой чистой эстетической стороной. Вот другая картинка. Хорошая картинка, ну, неплохая, интересная, нормальная картинка. Но хочу заметить, что эта картинка, она ведь уже про другое, правда, здесь цвет уже начинает играть, согласитесь. То есть здесь интересный сам по себе, ну, какой-то милый такой пейзаж, да, без всякого экстремизма, без каких-то сложных ракурсов. Но просто подмечен красивый цвет, да, и это тоже ведь сюжет данной фотографии. Мы должны уметь читать эти сюжеты, почему я вот эти вот картинки вам показываю. Или вот, например, тоже милый сюжет, но уже про третье. Это двор-колодец, конечно, это все понятно, питерский двор-колодец замечательный. Но это-то даже и не про двор-колодец, и даже не про свет. А здесь про интересную геометрию. То есть здесь, согласитесь, сюжет этого снимка, ну, до некоторой степени, можно так сказать, да, создал сам фотограф, тем, что он взял объектив, рыбий глаз, правда, и сделал вот эту вот широкоугольную картинку. Без рыбьего глаза не было бы ни интересного, ни света, ни с точки зрения света, ничего, согласитесь, да. То есть давайте мы это тоже отметим, что здесь сюжет снимка фактически сгенерирован самим автором, правда. Ну, в некоторой степени он еще рамочку, правда, сделать эту вот черную, на мой взгляд, не очень нужно. Но факт тот, что он попытался это сделать. Или вот, например, вот это вот, собственно, то, что называется сюжетом в таком, я не побоюсь этого слова, в убывательском понимании, да. Сюжет – это когда что-то прикольное. Вот идешь по улице, там, бац, радуга, сфоткал, вот он сюжет. Но хочу заметить, что это действительно фотография про радугу. Ну, неплохо, да, так нормально, в общем, вполне себе. Хотя в целом, конечно, так Питер представлен не очень красиво. Ну, в общем, довольно случайно с композиционной точки зрения фотография, в общем, ну, такая обычная, да. То есть здесь сюжет – это просто явление жизни, да. Просто некие вот явления радуга. Это то, чего нет ни на первой, ни на второй, ни на третьей фотографии, да. То есть еще один подход к созданию. Человек просто внимательно смотрит и любуется на то, что вокруг него происходит. Вот, еще один сюжет. Ну, там почти две радуги, да. Двойная радуга, ну, что, хорошая, нормальная радуга, яркое солнце, да, Кирилл Сергей согласен. Ну, собственно, и, что называется, флаг в руки. Чушь теперь везде, где две радуги, сразу фоткать. Ну, это мое личное мнение. Извините, может, я немножко так жестковато говорю, да. Но я считаю, что если увидел двойную радугу где-нибудь, это совершенно не повод ее тут же фоткать. Знаете, сейчас много ходит замечательных вот этих вот мемов по сетям. Я думаю, все видели насчет того, что этот самый Петя смотрит в окно и видит снег. Он понимает, что все его друзья тоже видят снег. Петя не выкладывает фотографию в Инстаграм со снегом, потому что он понимает, что у всех то же самое. Будь как Петя. В этом смысле двойная радуга, ну, да, это, конечно, весело, но не намного веселее, собственно, снега. Вот. Ну, или вот, например, собственно, это я к чему. Потому что вот еще есть чудесное явление. Девушка кормит птичек. Ну, окей, кормит девочка птичек. И что дальше-то? То есть, понятно, опять же, прошу прощения, если кому-то покажется, может быть, немножко обидным и эрогичным, то, что я говорю. Я надеюсь, здесь нет автора этой фотографии. Потому что я не хотел бы никого обижать, безусловно. И каждая фотография имеет право на существование. Просто я в данном случае к тому, что все очень по-разному. Каждый видит свое. Вот, собственно, почему я все эти фотки показываю. И, соответственно, когда человек печалится по поводу того, что нет хороших сюжетов, он гуляет по Питеру уже четвертый час, и нет хороших сюжетов, это означает, что он просто не так смотрит, не туда смотрит, а он не так смотрит. Потому что надо просто переключить свое внимание, попробовать посмотреть на что-то другое. Посмотреть вверх, вниз, посмотреть не на лица людей, а посмотреть на геометрию здания, посмотреть не на геометрию здания, а на интересный след, посмотреть не на интересный след, а на рисунке на асфальте, ну и так далее, до бесконечности. В этом смысле сюжеты нас окружают, и вот эти вот первые картинки я показываю именно для этого, хотя, конечно, бывают и другие сюжеты, тоже не мог в эту коллекцию не вставить, потому что я давно и очень иронично отношусь вообще к идее селфи на фоне, да, то есть когда люди приезжают в какое-нибудь классное место, и вместо того, чтобы, собственно, место фотографировать, хотя казалось бы, оно же классное, да, сам-то человек классный, хорошо, да, вот это вот все, вот это вот. Устраивать вот эти вот вещи делать, ну, в общем, это дело хозяйское, конечно, но понятное дело, что это дело такое, ну, как для себя, правда, хотя есть люди, которые искренне полагают, и таких людей много, я думаю, все такие друзья знакомые есть, которые считают, что хорошее селфи – это просто уже такой выставочный практически экземпляр, да, просто по факту. Красивая там девушка на фоне, да, чего-нибудь на фоне, вот, собственно, храма на крови, да, да, вот, так что на фоне, Кирилл, это общее, это многие так снимают, и от этого иногда бывает тяжело избавиться. Но я считаю, что здесь нужно просто хорошо понимать, то есть зачем это делать, то есть цель-то какая, что показать, что вы тут были. Понимаете, эта тема вот с этими селфи – это вообще отдельная тема, и про них можно сделать даже отдельный вебинар. Смысл в том, что это же наша попытка, ну, как бы самооценку, да, повысить. Но не более того, это ни к фотографии, ни к окружающим не имеет никакого отношения, да. Да, памятная фотография, конечно, это просто на память, но на чью память? Ну, смотрите, вот я приехал в Питер, да, я сфотографировал себя на фоне, допустим, Исаакиевского собора. На чью эту память фотографии? Я сам забуду, что я был в Питере, но тогда мне уже надо отличиться радикальной фотографией, здесь мне не помогут, да. Чтобы друзья знали, что я там был, но они мне поверят, что я там был, понимаете. А что значит подтвердить свое присутствие? Нет, подождите, друзья, вот если вы скажете, Сергей, я был в Питере, они что, не скажут, круто, клево, чувак? Или они скажут, ну-ка, докажи, что ты там был, мы тебе не верим. Просто Сергей говорит, а подтвердить свое присутствие, чтобы друзья знали, что я действительно был там? Ну, надо друзей выбирать тогда, чтобы они верили на слово. Ну, то есть это, в общем, уже другая совершенно история. Я немножко шучу, преувеличиваю, да, но, да, могут так сказать, где же ты, а вы не знаете, что им сказать. Вот хал, фоточку прислал, и сразу понятно, где был. Ну, в общем, это отдельная история, но факт тот, что, в общем, сюжеты разные, да, и в этом смысле понимать мы это должны. Это первая история, которую я вам хотел показать. Значит, вторая история, да, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что помимо того, что сюжеты бывают разные, они еще и по-разному проявляются, да, разная степень проявленности сюжета. И вот проявленность сюжета – это уже такой важный момент, который показывает мастерство в известном смысле фотографа. Вот именно для того, чтобы сюжет был хорошо проявлен, здесь, собственно, и нужно изучать законы композиции, да, там, работу с оптикой, работу с какими-то художественными приемами. Потому что фотограф, создавая, да, какие-то снимки, он, собственно, и пытается проявить сюжет. Если сюжет не проявлен, то оценить фотографию очень тяжело, да, ведь почему нам скучно смотреть фотографии, опять же, почему нам скучно смотреть селфи, те же самые, чужие, да, хорошо, друзья убедились в том, что мы действительно ехали в Питер, а дальше-то что? Им скучно, потому что в этих фотографиях нет сюжета, собственно, того самого, о котором мы говорим, да, в этих фотографиях отсутствует замысел, вот что является ключевой особенностью любой фотографии. Я это говорил, да, ну, Сергей, это ошибка, завидно. Вот я про это и говорю, что эти фотографии делают именно для того, чтобы завидовали. А тот, кто был, он, соответственно, знает, что ему завидовали, его оценка повышается. К фотографии это не имеет никакого, конечно, отношения. Но, опять же, я вот на что хочу обратить внимание, да, в зависимости от нашего мастерства, в зависимости от нашего уровня понимания задачи, да, и от нашего, ну, скажем так, кругозора профессионального, у нас получается все время разные сюжеты. Вот еще одна подборочка, это все тоже про Питер, да, про разные питерские места. Вот картинка, прям их подряд будем смотреть. Понятно, что здесь является целью этого снимка, правда? Автор, в автор замечательные есть светофильтры, которые, да, делают эти вот красивые штучки. Он их одел, он постарался сделать композицию, он построил композицию по правилам трех частей, да, он там где-нибудь горизонта, все скомпоновал, чтобы была правильная диагональ композиционная. Да, он одел эти свои фильтрики, ну, и, собственно, в чем, заметьте, он проследил, чтобы фильтрики располагались правильно вертикально, горизонтально, да, чтобы, ну, геометрия такая красивая была. И создал снимок с определенным замыслом. Сюжет, сюжет проявлен, проявлен, и там понятно, что хотел сказать автор, да, о чем этот снимок. Ну, это снимок у некой такой вот декоративной составляющей. Это вполне может быть сюжетом снимка. Я, заметьте, абсолютно без иронии отношусь к тому, чтобы снимать просто красивые вещи, да, в принципе, и возвращаясь к тому, что я показывал перед этим, понятно, что и девушку, которую кормит птичек, можно снять красиво, понимаете. Но это надо тогда снимать так, чтобы, грубо говоря, за душу брало, потому что просто девушка, да, вот такой, ну, снятая, так сказать, житейски, да, по-бытовому, с уровня глаз, да, обычным объективом, без всяких спецэффектов, которые кормят птичек, это неинтересно. Представьте себе просто ситуацию, ну, так вот, пофантазируйте. Представьте себе ситуацию, что автор, ну, грубо говоря, да, вот мы просто так вот фантазируем, лег на землю, стал снимать снизу вверх. И снизу вверх получится такая картина, человек вот такой на фоне светлого неба, например, силуэт, да, черный такой, раскинутых крыльев чайки, девочка, которая к ним протягивает руку, да, тоже такая черная рука, и такой, смотрите, какой красивый мог бы быть снимок на тему того, как девочка кормит чай, да, но просто подход другой, вот я о чем говорю. И в этом смысле должно быть все адекватно одно другому. Ну, хорошо, это первый снимок, вот с такими декоративными, скажем так, целями, с демонстрацией возможностей оптики. Вот еще один снимочек. Здесь, ну, может быть, это на проекторе не очень хорошо видно, но здесь автор скорее говорит о том, как он ловко владеет фотошопом. Здесь много фотошопов, здесь цветокоррекция очень такая суровая, да, здесь градиентные всякие спецэффекты, здесь там тепло, наверху тут холодно, я имею в виду, да, вот по цветовой температуре небо уведено в темноту. Ну, то есть, в общем, здесь некая попытка создать художественное некое видение, да, вот с средствами фотошопа и средствами всяких программ дополнительных обработок. Имеет право фотограф на такие вещи? Конечно, имеет, да, и я думаю, вы знаете, может быть, видели, довольно много есть фотографов, которые создают снимки практически полностью в компьютере, да, то есть они снимают какие-то исходные изображения, и потом их обрабатывают, у них замысел есть, да, и они в соответствии с этим замыслом, да, они обрабатывают фоточки, чтобы получился какой-то вот такой результат. результат. Или вот, например, площадь. Площадь, точка, все, здесь больше нет ничего. Согласитесь, да, вот сказать, о чем этот снимок, невозможно. Я вот именно про это, да, вот я почему, я специально эти фотки так вот по контрасту, да, показываю подряд, чтобы было понятно, что у первых двух, у них есть сюжет, причем сюжет один и тот же, тот же самый город, но в первых двух автор постарался вытащить этот сюжет. Здесь он не постарался, потому что он просто решил, что вот просто снять елку и бродящих людей, сонных, да, это уже вполне достаточный сюжет. Опять же, повторю, их тоже можно снимать из сонных людей елку, но тогда надо говорить о том, что это сюжет снимка, и его нужно таким образом вытаскивать, да, то есть пытаться найти какую-то драматическую, скажем так, в этом составляющую. Вот два человека стоят на берегу, ну, видимо, смотрят на Луну взошедшую, да, и вроде бы, наверное, им это нравится. Ну, окей, хотя они обрезаны не очень хорошо, вот так вот по ногам, да, и, в общем, они непонятно кто, друзья-приятели, такие вялые позы, достаточно неопределенные композиции, которые так, ну, в общем, можно догадаться, наверное, что имеется в виду. Обратите внимание, напомню, что мы сейчас говорим о проявленности сюжета, да, то есть какой-то замысел есть, но такой деловатенький, да, и я вам просто сейчас для контраста, для сравнения покажу еще один снимок на ту же, абсолютно ту же самую тему. Согласитесь, что здесь пояснее все-таки, да, здесь пояснее и здесь понятно, что к чему относится. Акцент на вот этом вот солнце, да, заходящем и на шпиле, и вот эти вот два человека, вот они создают, собственно, основу сюжета этого снимка, да, сразу понимаешь, почему они там стоят. Ну, влюбленная парочка, такой романтический снимок, все нормально, они туда стоят и смотрят, и сразу, и нет вопроса, да, кто они такие, и почему они здесь именно стоят, именно смотрят. Я вам третий еще снимочек покажу, который меня тоже совершенно в этом смысле восхитил. Это тоже человек, который стоит и смотрит, но, извините, этот снимок даже не про Петербург, и даже не про всю девушку целиком. Ну, как мне кажется, это про какую-то только некоторую ее часть. Ну, мое личное мнение, да, то есть сюжет здесь вот сведен до какого-то совсем такого, ну, простого такого вот наблюдения за девушкой, так скажем, да, и это совсем другой подход, это совсем другой сюжет, да, он, опять же, совсем про другое, хотя, обратите внимание, вообще совсем практически буквально идентичные, да, подходы. Вот картинка, например, еще одна, может показаться, что она довольно скучная, что она довольно такая серенькая, да, то есть у ней мало, скажем так, информации, да, мало, да, Дмитрий, конечно, не то слово просто, как кидается. Я понимаю, вы про прошлый снимок, ага. Вот здесь мало всего, но если присмотреться, в этом снимке понятно, что показано, это весной смято, да, когда ледоход уже начался, вон, собственно, эти растаявшие льдины там кое-где. Если присмотреться, солнце там, видите, оно такое, то ли взошедшее, то ли скоро предзакатное, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вообще оценка любого снимка – это очень субъективная вещь, но мне кажется, что в этом снимке есть некая атмосфера, такого вот сонного, такого холодного, да, какого-то то ли раннего утра, то ли вот этого, знаете… И может быть, завершение дня, да, ну, то есть вот эта вот лаконичность, вот эта вот пустота и такая как бы сонность, мне кажется, что это вполне сознательные приемы, да, то есть этот снимок не пустой, а он наполнен просто очень тонким таким вот, каким-то, да, эмоциональным состоянием, переживанием. Конечно, здесь не случайно, вот эта чайка, естественно, да, и вот то, что там рассеяно, здесь сюжет очень ясный, как мне кажется, и очень хорошо и изящно простроен, даже вот здесь вот эта вот очень правильно оскадрированная часть, да, и вот здесь вот правильно оскадрированная. Мне кажется, снимок очень хороший, такой складный, что называется, и осмысленный, вот что очень важно. И вот неплохой, осмысленный вполне себе снимок, без претензий на что-то невероятное, но тем не менее, понятно ведь, о чем идет речь, канал замерз, вот эти две фигурки, такое милое композиционное решение. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на какую важную вещь, что вот сюжет снимка непроявленный, то есть здесь непонятно, что это такое, с какого перепугу ходят люди, вдруг одна девушка таким вот образом сигает. Но здесь нужно понимать, что это один снимок из серии, которая называется «Танцы на улицах». Это профессиональные балерины и балеруны, они просто снимают, то есть большая серия фотографий того, как они просто делают всякие балетные движения на улицах города. Я не в том смысле, что это очень крутая идея, хотя идея, в общем, не хуже многих других, а в том, что часто сюжет снимка проявляется только в обрамлении, то есть когда нужно смотреть или всю серию, или когда нужно выстроить всю эту историю, или объяснить, что это значит, или название подписать, или там из серии такой-то. То есть иногда снимки не говорят сами за себя, что часто бывает в репортажных, например, сериях, так часто очень случается, в событийных каких-то, да, и хочу заметить, между прочим, что на всяких крупных выставках, там, типа World Press Photo, часто побеждают снимки, вырванные, что называется, из контекста, да, то есть чтобы понять, насколько снимок хорош, нужно понимать, кто это, почему это. Например, помните, известный такой снимок, он обошел, и все прямо восхищались и говорили, что, мол, если да, круто, помните, такая девушка восточной, в таком зеленом платье, так смотрит с такими огромными глазами в кадр. Ну, девушка и девушка с глазищами, с глазищами, ну, смотрит и смотрит. Но то, что это вот, да, там вот какая-то вот эта вот именно там беженка, которая вот эта, вот это, собственно, наполняет смысл, да, и вот это для фотографии достаточно важно. Кирилл, исполнение огорчает, ну, это уже другой вопрос, да, я бы тоже так, может быть, не стал бы делать, но, в конце концов, хозяин-барин, да, это уж там вот придумал некий автор, и как-то делает такие, именно очень, у него все такие фотографии, знаете, в очень таком простом ключе, ну, вот буквально он как будто на улице шел, шел, и вдруг хоп, а там какой-то стоит дядька около этого самого столба фонарного, делает шпагат, например, да, или там на нем вертикально как-то зависает. Ну, то есть такой вот, как бы, у человека прикол свой, да, вот, вот, например, милый Петербург, милый Петербург, есть здесь хороший сюжет, нет здесь хорошего сюжета, потому что не очень понятно, что человек хотел сказать. Опять же, повторю, любая оценка, она очень субъективна, да, поэтому вот с моей точки зрения непонятно, о чем это с ним, довольно банально, в общем, да, то есть место неплохое, понятно, что Петербург неплохой, сам по себе. Совершенно верно говорит Дмитрий, очень серый, нет акцента. Нет акцента, замысла нет, потому что, да, и, собственно, поэтому и нет акцента, то есть человек, в общем, ничего не хотел сказать. Он, как и многие люди, которые фотографируют вот тех же кормящих девочек, птичек, в смысле, да, и которые фотографируют просто вот то, что на глаза попалось, да, они просто, он не нашел возможности, да, акцентировать внимание. Да и я не думаю, что акцент на синем цвете моста, тогда это можно было бы, опять же, там, в фотошопе вытянуть, усилить как-то баланс белого. Хорошо, человек, допустим, там, фотошопом не владеет, но за счет каких-то приемов съемки-то можно было это сделать, да, там, потеблее, похолоднее, ну, я не знаю, контраст усилить. Да, ну, то есть можно было бы, но человек просто этого, ну, не почувствовал, хотя снимок не ужасный с точки зрения композиции, то есть он просто скучный, как совершенно верно было замечено. Надо было подождать, хотя, когда девушка уйдет с моста хотя бы, да, ну, ну, в общем, тут что-то можно было сделать, или подождать, пока машину едут, подождать, пока, может, вечер наступит, или хорошо солнце осветит, ну, то есть что-то сделать, да, здесь вот это не доделано. Вот, собственно, к чему я это говорю. Вот это прекрасная фотография, про которую я сказал, ну, или вот, например, тоже фоточка. Ну, милая, ну, милая, конечно, ну, что, хорошее, конечно, небо красивое. Да, проложить усилия, Кирилл, совершенно верно. Вот милая такая, вполне себе незатейливая фоточка. Ну, понятно, что снята на ширик, снята, видимо, на мыльницу, да, и в этом смысле тоже, видимо, автору показалось прекрасным, что есть такое чудесное синее небо и облака. Ну, эко-невидель, да, этого маловато, мне кажется, все-таки, чтобы, да, сделать этот снимок красивым и симпатичным. То есть он абсолютно тоже проходной. То есть еще раз давайте это резюмируем, да, что в этом вопросе, да, вот проявленность сюжета, да, то есть ясность вашего понимания, ясность понимания своей задачи, она чрезвычайно важна, да, и надо ясно давать себе отчет, что вы снимаете и как вы снимаете. Вот, это вот что касается вот этих вот замечательных вопросов. И, наконец, есть третий вопрос. Да, если уж мы говорим про сюжет и определились, что он важен и что он нужен, качество самого сюжета, да, имеет очень большое значение. Ну, это отчасти то, что я сказал в начале, да, по поводу того, что разные вещи для нас могут быть акцентированы, да, в кадре. Но, тем не менее, вот именно количество усилий, да, даже не то чтобы по проявлению сюжета, а именно по созданию некоторого авторского объекта, да, они должны быть оправданы и целесообразны. Я вот вам могу показать, опять же, несколько фотографий. Вот фотография. Это вот фотографии, что называется, в авторском исполнении. То есть вот эта вот рамочка с объемчиками, с 3D-шными, что, мне кажется, вообще довольно большую пошлость, честно говоря, но бог с ним. Человек вот как бы решил таким образом оформить свою фотографию. О чем эта фотография? Ну, эта фотография, понятно, вечерний Питер, ночной Питер, да, вот, собственно, разведенный мост подсвеченный. Ну, и все. Фотка сама, в общем, достаточно посредственная. Композиция, в общем, ну, я имею в виду по качеству, да, композиция, в общем, ну, как композиция такая довольно вялая, центрально-симметричная и довольно скучная. Но автору она показалась, видимо, очень цельной и очень, ну, я, честно говоря, даже не знаю, я не возьмусь судить, что имел в виду автор, о чем он думал. Но факт тот, что, в общем, она ему показалась прекрасной, может быть, действительно его личное достижение. Но достижение это в чем, да, в чем оно проявляется? Еще раз повторю, у каждого свой порог, да, у каждого своя вершина мастерства. Да, но мы все-таки должны быть с вами достаточно объективны, да. То, что годится для показа, не знаю, в своей группе, не знаю, фотоэнтузиастов, например, да, там ВКонтакте, это совершенно не то, что нужно выкладывать, да. И, вы знаете, сейчас вот скоро стартует один в Москве конкурс Sense of Moscow. Ну, собственно, он уже стартовал, уже работа туда приходит. Я просто там в жюри нахожусь, этого конкурса. И вот я сейчас уже начал приходить работать, потому что люди часто даже не очень понимают вот уровень, да, притязания. Они сделали классную фотку для себя, но это не тот уровень, который нужен для выставки, да, там, скажем, городского масштаба, да, страны. Вот здесь точно такая же история. Милая фотка, да, но она, в общем, эта рамка стоит, ну, грубо говоря, дороже, чем сама эта фотка, да, здесь столько попыток вот это все насытить таким вот как бы пафосом, да, что зря он так, этот человек, да. Или вот, например, другая фотка с похожим сюжетом. Понятно, что человек шел, шел, увидел мост разведенный, его сфоткал. Дальше-то что? Чем меня вот эти вот такого рода фотки, ну, они не то, чтобы раздражать, но я все время хочу этот вопрос задать автору, да, что здесь помимо вот этого разведенного моста? Здесь, правда, есть попытка сыграть на интересном цвете, правда, здесь цвет есть тоже холодный, теплый, хотя много довольно случайных каких-то деталей, такой незавершенности, хотя видно, что над фотографией немного поработали. Ну, виловато, она не то, что плохая, да, ну, фотка как фотка, но без претензий, да, на что-то. А вот, мне кажется, хорошая фотка, и вот мне кажется, я практически убежден, да, что вот пока, вот сейчас, когда я говорю, там, хорошая или плохая, я думаю, вы со мной соглашаетесь, то есть видно, правда, это видно глазами, что вот это хорошо, а вон то скучно и вяло. Ведь главная моя задача сейчас, да, это вам показываете фотки, вас как бы, ну, наполнить вот этим ощущением, что вы сейчас, когда вышли, вы так смотрите, думаете, сфотографировать что ли, а потом впахнули и сказали, ну, и вон, это будет у меня плохой сюжет, неинтересный. Вот я буду считать, что моя миссия выполнена, да, то есть вы критично будете относиться к тому, что вы делаете. Вот. Дальше. Вот, например, ну, это даже как бы вне комментариев. Человек шел по улице, таких зимой очень много появляется в Москве, когда, да, вот эти вот какие-то иллюминации вывешивают. Вот мое святое убеждение заключается в том, что если один человек сделал красивую иллюминацию, чтобы ее люди, извините за выражение, зырили и фоткали, говорили, ух ты, клево. Если вот другой человек встал, сказал, ух ты, клево, и сфоткал, достоинства фотографии здесь нет никакой абсолютно, потому что это ровно для этого оно и сделано. И поэтому такие фотографии считать хорошими я отказываю, да, то есть, опять же, нужен подход, нужны какие-то вещи. Александр, не, Сергей, забрасывай, не надо, надо относить соответственно. Нет, Александр, предыдущее, что там не так с курами, здесь как раз все так, я как раз про это и говорил. Мне кажется, что это хорошая, удачная фотка, да. Вот эта вот фотка никакая, да, никакущая. Вот девочка кормит опять птичек, другая девочка кормит других птичек. Ну, хорошо, но и ради бога, напомню, что сейчас я показываю эти картинки на предмет, как бы, ну, крутизны сюжета. Понятно, что сюжет такой милый для домашнего, для семейного альбома. Хочу вам показать еще две фоточки, бог уж снимет, да, вот, например, мостик. Один из хрестоматийнейших кадров. Вот я, собственно, честно говоря, надеюсь, вот 16-17-го ночи как раз вот это снять, ну, что-нибудь такое, и вот с этой точки, может быть, ну, потому что точка такая действительно одна из самых лучших и известных. Красиво, да, конечно, опять же, точка найдена правильно, все, в общем, неплохо, снято, в общем, на длиннофокусную оптику, еще скадрировано, ну, в общем, ничего, вроде бы, да, и вроде бы даже довольно неплохо. Вот, но посмотрите на другой кадр, вот, просто они мне попались прям подряд, да, на глаза, и я просто не мог их не сравнивать. Чувствуете разницу и в подходе, и в использовании оптики, и в понимании своей задачи, да, и в том, насколько человек больше сделал, правда, для того, чтобы снимок прозвучал, что называется. Он ведь не нашел какой-то особенный момент, заметьте, то же самое, те же самые белые ночи, смотрите, небо, в общем, как небо, мост, как мост, но почему-то у этого получилось, да, а у того не получилось. Почему, спрашивается? Ну, потому что этот по-другому понимал свою задачу, да, он пытался увидеть больше и увидеть сюжет более интересным, чем просто мост, который сфотографируем миллион раз. Вот еще раз повторю, что да, это, конечно, рыбий глаз, понятное дело, снято. Или вот я хочу поехать в Питер, собственно, попробовать свои силы тоже сказать что-нибудь такое, вот, что будет интересно. Вот, и, соответственно, можно будет к этому делу присоединиться. Вот такая вот, собственно, история, вот то, что я вам хотел рассказать, вот те работы, которые я вам хотел продемонстрировать, которые, я надеюсь, вас чему-то любопытному научат. Значит, соответственно, если у вас есть какие-то остались вопросы, мы их можем обсудить. Если что-то еще интересное я вам могу рассказать, я вам с удовольствием расскажу. Если все понятно, то, собственно, я могу вам пожелать творческих успехов и до новых встреч. До свидания, Иван. Фото отправил Иван. Ну, собственно, если вы подождете секундочку, Иван, то мы прямо сейчас его и посмотрим. Подождете? Подождете? Хорошо, сказал Иван. Сейчас мы зайдем в мою почту и посмотрим, что там за фоточка нам пришла. Ага, а что же молчать-то? Сейчас мы все будем смотреть наши фотки. Не, мне-то не жалко, но это уже у нас будет такая программа, выходящая за рамки нашего вебинара. Да? Сейчас мы сюда зайдем. Я не обещаю, что мы уже будем прямо так их долго рассматривать, но, тем не менее, мне кажется, это любопытно. Да, давайте посмотрим действительно, что у нас тут есть любопытно. Да, вот я вижу фоточки. Сергей присылал фоточки и говорит, пожалуйста, помягче. Нет проблем, Сергей. Хорошо, я буду помягче. Вот фоточка. Ну, ничего, занятное наблюдение само по себе. Момент пойман неплохой. Композиционно не очень убедительно понятно, что птичка, в общем, конечно, в такой ситуации должна была быть не смазанной, какой-то более интересной. Или уж если смазана какая-нибудь там стая птичек, да, то есть, в общем, неплохо подмеченный момент. Да, ну, больше это, конечно, хотя здесь можно как раз с этим поспорить. Потому что, может быть, она такая маленькая и выражает, и создает, как бы, ощущение крупности этой Луны. Но тогда, понимаете, она должна была быть вот такой, эта фотка, вот такущей какой-нибудь, например. Я понимаю, да, на муху сильно похоже, но я понимаю, что просто не хватило качества. Понимаете, тут тогда, раз не хватило качества, значит, нужно было что-то придумать более изящно. Или довольствоваться тем, что, ну, да, просто, так сказать, любопытный момент, да, такой занятный. Ну, как бы для себя, для тренинга неплохой и хороший. Вот еще одна картиночка. Милая, ну, так, ну, в общем, что тут сказать. Понятно, что если бы это делалось для каталога, там, метрополитена, там, путеводителя по станции, то было бы ничего, да, а так вот я бы затруднился сказать, в чем это. Или, например, понимаете, это можно было бы снять с выдержкой, там, 30 секунд, чтобы люди, например, превратились, да, в такие, знаете, волны, да. Или, например, чтобы там был одинокий пешеход, например, да, где-нибудь стоял в уголке. Или, чтобы, например, там усилить ее в фотошопе, чтобы подчеркнуть там геометрию и контраст. То есть она такая зеловатая, скажем так, да. Ну, про горизонт, да, понятное дело, что тут он тоже немножко подкачал. Здесь, конечно, пересветы, да. Да, Александр, конечно, сюжет нужен, безусловно, да. Он двигатель является таким очень важным, двигателем всего, что мы с вами делаем и говорим, да. Вот от Ивана несколько фотографий. Ну, достаточно много. Иван говорит, что он не обижается. Хорошо, раз Иван не обижается, давайте посмотрим его работы. Вот одна работа. Ну, да, вполне себе сюжет неплохо. Видно, что вытянуто так симпатично небо. Ну, неплохо, на мой взгляд. Опять же, для там какого-нибудь каталога, да, для видов там чего-нибудь, какого-нибудь города. Милая, хорошая фотография, да. То есть если бы я увидел там, например, путеводники по Дрездену, ну, допустим, да. Я бы вполне сказал, что, ну, да, в общем, неплохо. Могу, ради приводливки заметить, что здесь, вот если для хорошей архитектурной съемки, такой ландшафтной, здесь свет не очень хороший. Он вертикальный, высоко. Но тут нужен, да, такой какой-то боковой. Да, шапка на Фейсбук, отлично. Да, пошло бы вполне себе, да, вот про какие-то там путешествия такого рода. Вот еще фоточка. Во, вот такие вещи мне нравятся. Мне кажется, очень милым. Хорошая фотка, тут молодец, и тут даже и сказать нечего. И то, что здесь сверхкороткая выдержка, и вот эти вот, собственно, да, все, что, то, что оно так замерло, это хорошо. Тут даже спору нет, фокус здесь работает. Молодец, хороший снимочек. Не сказать, чтобы он какой-то был сверхъестественный, да, я имею в виду по композиции, как бы по насыщенности, но это хорошее. Видно, что как бы такая старательная работа, да, в ней есть определенный замысел и попытка сказать нечто интересное. Ну, тут, да, ну, я понимаю, что такие вещи случайно делаются, не украулишь. Снимок, я думаю, я бы так сформулировал, что попытка создать некоторую такую графичность, да, такую черно-белую, как бы серо-белую, такую контрастность. Ну, вы знаете, сам сюжет, мне кажется, не очень подходящий, он такой слабоватый сюжет, и поэтому здесь нет вот этих красивой игры. В черно-белых фотках, если уж их делать, то, знаете, нужно такое идеальное качество, просто чтобы вот каждая деталька звенила. Да, здесь много довольно случайно. Вот эта вещь, которая упирается в нижний край, вот здесь вот какие-то детали. Ну, то есть тут он такой, вот я бы так сформулировал, да, что была сделана какая-то милая фотка, ну, такая просто проходная, да, и из нее просто попытка вытянуть вот какое-то настроение. Нуар, да, ну вот, в общем, не хватило, мне кажется, здесь ее самой этой фотки немножко не хватает для такой красивой нуарности. Ну, молодец, и что вызывает симпатию, это вот попытка работать в разных характерах. Так, верно говорит Иван, так и было. Ну, ну да, да, в общем, поработать надо. Портрет неплохой, характерный портрет, смелый достаточно. Здесь вот ЧБ вполне оправданно и реализован. Хороший задний план с этими домами, восходящими. Есть в этом свое настроение, своя атмосфера мужской такой, да, выразительный. И в тот момент найден хороший фокус очень точно. Разница, ну, в общем, хороший, да, такой вполне очевидный, да, сюжетный портрет. То, что оставлено так мало места здесь, очень хорошо, потому что большое пространство для воздуха. Он просто чувствуется, как он дышит, да, сейчас выдыхает. Молодец, что тут скажешь. Поэтому я даже удовольствием все эти фоточки еще и досмотрю до конца. Концертная съемка, ну, здесь не очень хорошо видна. Ну, неплохо. Опять же, как бы, скажем так, идея неплохая, мне кажется, немножко недотянута вот по выразительности, по чисто художественной обработке. Я бы там в фотошопе как бы усилил бы вот это уточнение света. Я бы, может быть, сделал какой-то более, знаете, графичный, да, потому что вот этот вот моделирующий свет, вот если бы он был, знаете, прямо как бывает такие вот часто вню используется такой прием, да, когда прямо, знаете, такая вот прямо вот каждая текстуринка кожи видна, да, в этом красивом таком рисунке. Здесь оно такое, ну, вот такое сложное. С одной стороны, интересный в этот момент подмечу, с другой стороны, он довольно репортажный. То есть непонятно, да, вот почему именно так, и он так вот по центру скомпонован. Ну, то есть, в общем, недоведенный, недотянутый, да, такой межсюжетный, межсмысловой такой вот, да. Вот еще фоточка. Занятно. Я бы сказал, что это отличная фотка для обложки как раз того самого Дрезденского каталога. Здесь бы написать там Дрезден, интересные места. И прямо можно было бы сказать, что эта фотка специально снята под путеводитель, чтобы здесь было свободное место. Ну, то есть, занятно, как бы специфично, да, но, тем не менее, неплохо, да. Насчет, Иван говорит, насчет того портрета с мужчиной было сложно, конечно, естественно. Это было видео, и пытался просто пару секунд фотографировать, вытянуть не получилось, шумел в итоге из-за дыма и шума. Согласен, так, ну, да, да, ну, в общем, понятно. Ну, что, хорошо, здорово, спасибо за фоточки. И вот еще у нас тут от Александра немножечко фоточек. Фоточка, замок. Ну, девушка случайная. Правда, давайте все-таки это мы констатировать, что эта девушка здесь, ну, она не вписывается, она не работает. Без нее было бы по-другому все, то есть, надо было бы все делать иначе. Понимаете, тут акцент явно на нее. Что значит явно? Это значит, что здесь обрезана голова, да, то есть, ну, как бы вот все так вот как бы уходит, подчеркивая ее. Но она не работает, она, это не модель. Это, в общем, ну, то есть, может быть, автор знает, кто это, допустим, она ему дорога, да, но для композиции фотографии она ничего не добавляет, да. Вот я как зритель не понимаю, да, зачем она здесь и что она делает, как посторонний зритель, да, это вот. Вот еще одна фоточка. Неплохо. То же самое, такая милая путеводительская фотография. Здесь как раз свет неплохой, да, вот этот вот боковой такой мягкий. Ну, здесь немножко краешек так обрезан, рисковато, да, так в край оно попалось. Вот. Ну, да, неплохая, милая. Вот эта вот асимметричность передает ей такой милости, скажем так. Насколько, так, еще ли вы фотографируете, как фотографируете. Это занятно. Ну, собственно, это бэкстейдж такой. Сергей спрашивает, еще ли вы фотографируете, как фотограф фотографирует фотографируемого. Насколько этот сюжет может быть интересен. Вы знаете, ну, это забавная такая тема. Понятно, что это может быть как бы основой творчества, хотя в этом смысле можно фотографировать любого, да, как бы работающего, фотографирующего человека. И, в принципе, это само по себе безусловно любопытно. Вот фотка. Что, хорошая, симпатичная, милая фоточка. И обработка неплохая. Из нее бы еще раф вытащить, да, потому что вот здесь вот это вот, то, что здесь в белизну немножко пропадает. Мне кажется, не очень хорошо, потому что уж больно оно такое все гладенькое. Я думаю, что здесь немало пришлось поработать, да, вот над вытаскиванием вот этого всего, да, и усилением контраста. Но фотка хорошая, достойная, сделанная грамотно, по правилам. Но, опять же, повторюсь, здесь вот она хороша в том случае, если есть оригинал идеального качества, да, то есть когда вот просто вот можно, давайте попробуем это сделать. Черт, нет, здесь нет, не видно окошечек. Когда приближаешь, приближаешь, а там все видно. Нет, ну, видно, что, в общем, все это хорошего, нормально, адекватного качества. Так что это неплохая фоточка, да, такая вполне человеческая. И вот еще фоточка, чайчики. Ну, что, милые чайчики, здесь их никто не кормит. Мне кажется, что это здесь неплохо. Молодец. Другое дело, что я бы это немножечко скадрировал, то есть мне кажется, что там многовато вот этой земли. То есть здесь бы вот как-то вот так бы это обрезать, я имею в виду сверху, да, чтобы была такая, ну, более острое такое взаимодействие. Еще раз напоминаю, что все это очень субъективно, это мое личное мнение, да. Но вот я бы все-таки как-то больше акцентировал внимание на них, на вот том заднем плане, который классно очень создает такой вот контраст между ними. Да, передний план, он, ну, пустоват, на мой взгляд, да, и, ну, маловато в нем информации, да. Вот, и еще немножечко, буквально еще три фоточки, вот одна фоточка, фоточка, кофе в аутентичной греческой кафешке, да, пишет автор. Ну, понимаете, в чем дело? Это ведь ни с чего не явствует. Явствует, что у них не очень чистые салфетки, довольно порванные, да, с пятнами, что стоит, ну, как бы случайный момент, да, еды. Аутентичности здесь мало. Опять же, для аутентичности нужно невероятное качество, нужно какой-нибудь, не знаю, грек на заднем плане, нужны какие-то, не знаю, греческие штуки, или чтобы это совсем было такое, знаете, вот прям вытащено из земли, прям вот, ну, из каких-то тайных запасов людей, понимаете. Опять же, идея понятна, но мне кажется, что она не вытянута на должный уровень. Павлин и голубь. Сюжет отличный, но не вытянутый совершенно. Чтобы он был вытянутый, тут надо, вот ведь о чем сюжет, вот о чем эта картинка. Вот что здесь, и вот эту еще попу убрать, извиняюсь, хвост, да, и тогда будет понятно, вот сюжет этого снимка, вот согласитесь со мной, об этом ведь вы и снимали, правильно? И это вам нравится в этом снимке, да, а все остальное-то зачем? Вот вы теперь посмотрите вот на это, да, вот противостояние, вот они два стоят. А теперь посмотрите вот на это. Работает ли на замысел вот то, все, вот эти вот, вот эти штуки, вот это, опять же, чья-то попа, да, не работают абсолютно, да. Это просто, вот вы понимаете, да, о чем я говорю, о том, что сюжет-то есть, но его можно было бы, и есть, собственно, возможность, да, его явно совершенно улучшить, и был бы хороший выразительный снимок. Да, это как раз вот то, о чем я говорил, что многие сюжеты, это, собственно, прекрасный снимок для того, чтобы завершить вот наш, сейчас последний еще посмотрим, чтобы завершить наш разговор о том, что хорошие сюжеты выходят вокруг нас, просто нужно правильно их понять, увидеть и интерпретировать. Неплохой снимочек, в общем, занятное такое вполне себе место. Да, я думаю, что для того, чтобы показать получше, нужно тут, опять же, небо провальное, да, конечно, очень сильно, очень маленький контраст, здесь можно было бы очень красиво сыграть, вот на контрасте вот этих вот темного, светлого, такого интересного, да, то есть более живого, ну, чтобы это был такой, знаете, как дом этих самых, как их сушами-то, которые, нет, Юрдалаков, вдруг вылетел из головы, такое бывает, но которые кольца добывали, хоббит, вдруг я забыл слово, вот, вот это можно было бы сделать, да, то есть уютнее, интереснее, сложнее, ярче, но это фотошопик можно все вытянуть, но факт тот, что это нужно, иначе это просто, да, некое, ну, как бы, вот, недоговоренное такое вот изображение. Друзья, на этом мы с вами должны закончить, да, я желаю вам всяческих творческих успехов.